Яркая внешность, великолепное домашнее образование, харизма и талант. Эта девушка была рождена только для сцены. Но лучшие свои годы в жизни она провела в лагерях и смогла реализовать себя как актриса лишь в зрелом возрасте. На сцену Мария Капнист не вернулась, однако смогла найти свое призвание в кинематографе, запомнившись зрителям по эпизодическим ролям более чем в 120 проектах. Родилась Мария Капнист 9 марта 2014 года в городе Санкт-Петербурге. Отец и мать ее были потомственными аристократами. Они прививали своим детям не только хорошие манеры, но и заботились об их всестороннем развитии. И это неудивительно, ведь мать девочки знала в совершенстве 18 языков, а отец увлекался живописью и театром. Но все изменилось в 2017 году, когда семья, в которой подрастало пятеро детей, была вынуждена бежать в суда, где у Капнистов был фамильный особняк. К сожалению, в 21 году не стало отца, и местные жители помогли вдове и детям бежать из Крыма. Нищета, голод, скитание для восьмилетней Марии счастливое и беззаботное детство на этом закончилось. В 30-х годах семья вернулась в родной город. Используя старые связи, мать помогла Марии получить место в театральной студии. Но очень скоро выяснилось, что девушка обладает несомненным талантом. Параллельно с учебой она стала играть на сцене Ленинградского драмтеатра имени Пушкина, а затем поступила в театральный институт. Казалось бы, годы лишений остались в прошлом, и о благородном происхождении Марии, которая стала настоящей сенсацией, в актерском мире все забыли. Однако покушение на Кирова, который был другом семьи, вновь заставило капнистов скрываться, так как им грозил арест. Семья фактически распалась, братьев и сестер Марии разбросала по всему Советскому Союзу. В заключении Мария провела 16 лет и из привлекательной девушки превратилась в настоящую старуху. Находясь в сибирском лагере, женщина родила дочь Раду, которая не просто выжила в суровых условиях, но и стала для нее настоящей помощницей. Во время хрущевской оттепели Марию освободили, а через несколько лет в 58 году полностью реабилитировали. К тому времени она уже снялась в своем первом фильме. После лагеря мать и дочь решили остаться в Киеве. Об актерской карьере Мария Капнист не мечтала, но судьба подарила ей второй шанс. Однажды женщина стояла перед входом на киностудию Довженко, изучая объявления о наборе актеров в массовку. Выглядела женщина так, будто бы была героиней какого-то фильма. В старой телогрейке, разношенных сапогах и с выленившим платком на голове. Ее, конечно же, заприметил кто-то из сотрудников киностудии и потащил внутрь, заявив, что перерыв уже закончился и пора продолжать работать. Вот так совершенно случайно Мария Капнист попала на съемки картины «Одна ночь». Ее запомнили и через два года пригласили в картину Таврия, где она мастерски перевоплотилась в игуменью. С тех пор она прославилась как виртуозная актриса второго плана. Молодая по возрасту женщина, Мария еще не была и 50, до конца жизни играла Стару в таких проектах, как Олеся, Руслан и Людмила, Бронзовая птица и «В бой идут одни старики». Капнист никогда не была замужем, утверждая, что так и не встретила настоящую любовь. Много лет подряд за ней ухаживал друг детства Георгий Холодовский, который даже разыскал возлюбленную в Сибири на поселении. Но она так и не смогла ответить ему взаимностью. Ну а не стала талантливой актрисой 25 октября 1993 года.